Привет, Чингиз. Привет, привет. Здороваюсь с тобой по-азербайджански. Да-да, салам и лечим. Друзья, я люблю петь. И в этот раз у меня был шанс петь со звездой. Чингиз Мустафаев. Певец, гитарист и в Азербайджане, пожалуй, один из самых ярких представителей шоу-бизнеса. Наибольшую популярность Чингиз приобрел после того, как представлял Азербайджан на конкурсе Евровидения 2019. Он виртуозно играет на гитаре, прекрасно поет. Самое главное, еще один малыш исполнил свою мечту. Добро пожаловать в Москву. Очень приятно тебя здесь видеть. Я знаю, что ты прилетел на «Что, где, когда». Последнее время у тебя триумф за триумфом, «Евровидение», «Что, где, когда». Моя передача. Я думаю, что у тебя еще много впереди интересного. И я хочу сказать два слова о моем проекте, почему я тебя пригласила сюда. Сейчас очень много детей из социально необеспеченных семей, которые чем-то болеют. И мне показалось, что это интересно, если известный человек приходит на передачу, дает интервью, а в конце вынимает из этой коробочки записку с мечтой ребенка и потом исполняет эту мечту. Традиционный вопрос, который я задаю всем своим гостям, это вопрос о мечтах. Ну что, мечты сбываются? Обязательно, да. Но если верить. Это очень важно, верить. Потому что я когда жил в деревне, там было одно место, я всегда сидел, смотрел. И там была маленькая ферма. Я думал, что почему-то я представлял, что это Испания. И смотрел, думал, что «Во, как клево, вот я там Испания, все остальное». Хотя я не видел ни разу Испанию. И так произошло, что когда мне было уже 16, я оказался в Испании. Я учился там. Мечты сбываются реально. Почему сбываются? Да, я был очень молодой, мне было 13 лет. И я не думал, что вот, чтобы поехать в Испанию, надо визу, там деньги надо. Я был маленький, я просто думал, что все, я пойду в Испанию. Я верил сильно. А сейчас мы так не можем верить. Мы сейчас очень реалистично относимся. Вот такие твои мечты все равно продолжают сбываться, несмотря на то, что ты уже не маленький ребенок. Я нашел технику. Расскажи. Ощущать и заранее благодарить Бога. Правда, на Евровидении это не сработало. Очень часто так бывает, что на конкурсах кто-то выигрывает, а в сердцах зрителя остается совершенно другой человек. И вполне возможно, что и в сердцах мирового зрителя остался ты. На самом деле, так и было, вот честно скажу. Потому что было очень приятно видеть, как европейцы, как иностранцы болеют за меня, за Азербайджан. И это чувствовалось. И поэтому я был насколько спокойный. Я думал, что 100% может быть первым. Ну, у тебя опыт большой за плечами все-таки. Ты не сырой певец. Это был первый раз, когда я пел попсу на сцене. Я в жизни никогда не пел попсу. И я никогда не пел без гитары. Они взяли вот гитару, вот так, сказали, пой, без гитары. Они тебе связали руки? Да. Это было тяжело реально. Как в индийском тене. Пой, Джимми. Да, и Джимми спел. Это прекрасный этап, я считаю, в твоей жизни. Ты очень достойно выступил. И я знаю, что на родине тебя очень поддерживали. Все болели. Спасибо реально всем. Я тоже болела. Я вернулся как победитель. Реально, ощущение было как победителя. Вот ни один человек негативный комментарий не сказал. Все были очень довольны. Ну, в конце концов, ты выложился, ты сделал все, что мог. Ты играешь в стиле фламенко, да? И у тебя есть такой среднеземноморский, скажем, стиль, немножко с восточным колоритом. И я помню, слепое прослушивание на Украине, кажется, да, это было, когда так, какой темперамент в тебе отбросил, что ты порвал струны, да? Порвал струны? Я даже не поняла сначала, что ты струны порвал. На самом деле, там струны не порвались. А что там было? Я до сих пор точно не знаю, что произошло. Но струны все были на месте, потому что если сделать зум на ютубе, то... А почему тогда ты перестал играть и вышел другой человек за тебя? Я думаю, что просто или случайно была какая-то техническая ошибка. То ли же специально сделали для шоу, я не знаю. Да, но это было страшно реально на самом деле, потому что я вообще не ожидал такого. Реально переживал там на сцене, очень сильно переживал, потому что... Совершенно не было заметно. Я не хотел вернуться в Баку как, ну, как сказать, неудачником. По-моему, ни разу такого не было в твоей жизни. Да, произошло все хорошо. А где ты учился так играть виртуозно? Я сам учка. Да ладно? Да, я даже ноты не знаю нормально. Как бы я не могу читать ноты, а так знаю. То есть это талант? Я не знаю, что это. Это талант. Да, я очень много играл просто. Еще на каких-то инструментах ты играешь? На разных инструментах, да. На ударных, играю на хэнг-драме и с такой инструмент. На бас-гитаре играю. На этнических инструментах играю разных. Ну, может, сыграешь что-нибудь из испанского? Можно. Субтитры создавал DimaTorzok 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 ДимаTorzok Субтитры создавал DimaTorzok 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 Я вам скажу Хотя, несмотря, что я родился в Москве мой русский не идеален Конечно, мне удобно всегда давать интервью на азербайджанском говорить на азербайджанском донести свои мысли на азербайджанском мой английский тоже как русский Более-менее Ну, будет странно, если я азербайджанка и ты азербайджанец, вдруг мы на английском начнём. Да, это странно. Я хочу про Евровидение. Вот я знаю, что ты в одиннадцатом году пробовал уже. Да, я был на отборочном туре национальном. Ну, вот сейчас тебе улыбнулась, можешь сказать, звезда, удача, и ты попал на Евровидение. Вот расскажи, какие ощущения, какой опыт ты из этого вынес? Потому что Евровидение для меня, мне кажется, это всё-таки очень такая легкомысленная музыка. Это не то, чем ты привык заниматься. На самом деле, это была очень хорошая школа для меня. Я познакомился с очень профессиональными людьми. У нас команда была очень интернациональная. Были люди из Швейцарии, из Англии, из Австрии, всегда. И они все были реально профессионалы. Было очень приятно, я увидел, как работают певцы, певцы, реально. Я это увидел, насколько это всё профессионально. И это отличная практика. Песню, которую ты на Евровидении выбрал, это ты выбрал? Нет. Конечно, я тоже участвовал в выборе, но... Жюри какой-то выбирала, да? Очень большая команда выбрала песню. Было первые 300 песен, потом выбрали 6 песен из 300 песен, а потом выбрали одну песню. И я очень рад, что была именно вот эта песня «Трус». Споёшь? Да. Продолжение следует. Сколько не через «Трус». Мы снижаем свою песню «Трус». «Трус», как, «Трус». Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Out of the mirror It's getting clearer But the night of the blue She crashes the room Gotta remember She is a killer with a fucking perfume Girl, it's too soon I drink till I forget She's on to the next And when the girls start screaming Right when they resonate In my heart confess It's been so hard to bear So shut up about it Shut up about it It's just too hard to hear So shut up about it Shut up about it Ooh, ooh, ooh Shut up Shut up about it Ooh, ooh, ooh Ooh, ooh Ooh, ooh Shut up Shut up about it You love to hear I love listening to Andre Baccelli Oh, I also love Мне особенно нравится Когда я что-то делаю Я из дерева делаю разные вещи Мне очень нравится Включать Baccelli Я почти весь репертуар Baccelli знаю Вот твоя любимая песня какая? Vivo Perle Мне там очень нравится Ну, много песен Звучение хорошее Последнего, может, мировых хитов? Что? Не помню Ну, ты так погружен был в Евровидение Что ты, наверное, не следил вообще Я, да Вот это 4 месяца я как зомби жил, реально Каждый день 100 раз мы рептировали Я ходил в фитнес, ходил там английский Ходил там иногда к психологу, не знаю, там по-разному Вот ты сейчас вернулся после Евровидения в Баку Как тебя встретили? Очень хорошо Как встретил тебя Глаз? Очень хорошо Реально все очень довольны И я очень рад по этому Потому что для меня это очень важно Я хочу перейти к самому главному моменту Почему ты не женишься? Кстати, а почему ты не женишься? Спасибо, я так и знал Я не собиралась вообще этого вопроса Я просто думал, когда этот вопрос выйдет наконец-то Слушай, когда я была не замужем Я всем задавала этот вопрос Для того, чтобы для себя отчасти найти на него ответ Но ты был у меня на свадьбе Я была невестой, ты это видел сам Я теперь уже замужем У меня есть ребенок И я такие вопросы не задаю Я наоборот думаю Как хорошо человеку Почему ты не женишься? Ты сказал, тебя часто спрашивают У тебя должна быть заготовочка Мне должна соответствовать Хочется жить То есть, по-твоему, все, кто... Вообще, ты прав Между нами говорят Отключите камеры Вообще, ты прав Вообще, ты прав Вообще, ты прав Я тебе от всей души, от всего сердца Желаю, чтобы ты нашел такого человека Который станет твоим продолжением Который... Рядом с которым ты не будешь говорить Что, ой, как хорошо я раньше жил Рядом с которым твоя жизнь Приобретет новые краски Новый смысл Это очень важно в семейной жизни И я тебе от души этого желаю Спасибо Я очень надеюсь, да Это когда-нибудь произойдет В моей жизни Доставай записочку Соколов Вячеслав 12 лет ДЦП Мечтает об экскурсии по Москве Вячеслав У тебя это все будет Редактор субтитров А.Семкин Ну а если вы тоже считаете, что мечты сбываются То подписывайтесь скорее на мой YouTube канал И ставьте лайк Субтитры сделал DimaTorzok